Наш друг, коллега, депутат Государственной Думы, Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий, добрый день! Да, я почему-то тебя плохо очень слышу. Ну, прошу прощения, я вот с колес весь вот в ветре, но я не знаю, насколько мне сейчас... Мы тоже с колес вещаем, мягко говоря, в сложной обстановке. У нас три разных интернет-канала, которые мы подвели к нашей студии, два уже не работают. Работает только один, поэтому бывают перебои со связью. Резервно поддерживаем связь с мобильными телефонами, тоже уже не все сотовые операторы работают. Но как-то держимся, пока еще удерживаем сигнал, надеюсь, что сможем его держать и дальше он не прервется. Нам, правда, обещали привезти комплекты Старлинка. Элон Маск специально присылает для журналистов, которые работают на территории Украины. Вот, надеюсь, что мы сможем таким образом создать резервный канал связи. Но пока еще работаем по старинке, как оно было. Геннадий Ильич, основной вопрос, который сегодня обсуждается с самого раннего утра, конечно, это атака на Запорожскую атомную электростанцию. Что вы думаете? Мне кажется, что событие по значению для Российской Федерации, оно где-то находится рядом со сбитием Боинга MH17. Вся война безумия. Мне ужасно стыдно за Россию. И я сейчас написал в твите, что я наконец-таки осознал, что весь наш народ и наши дети, и даже, может быть, наши внуки будут с комплексом вины. Мы не будем нормальными гражданами нормальной страны, мы будем гражданой страны, которая устроила фашистскую агрессию на братское государство. Это первое. Что касается Запорожья... Геннадий Владимирович, вас очень сильно задувает ветер, и поэтому вы и нас плохо слышите, и вас немножко плохо слышно. То есть, если... Нет, я-то вас не знаю, почему плохо слышу. Я пока не знаю, куда поставить... Ну вот так даже абсолютно нормально, да. Просто, чтобы было немножко меньше ветра, да. Да. Вот так попробуем. Попробуем вот так. Конечно, значит, мне позвонили люди, которые понимают, что такое ядерная безопасность, и сказали, что вот по мощности, по масштабам Запорожская атомная электростанция, это 6 Чернобылей. Вот мне сегодня написали мои коллеги с Украины, что это 6 Чернобылей. То есть, если мы помним вот эту аварию драматическую, которая, кстати говоря, подорвала окончательную веру в Советский Союз, если была катализатором процессов, которые начались по схлопыванию страны, то вот Запорожская станция, она в 6 раз мощнее, и ущерб, который может быть нанесен окружающей среде, людям, радиоактивным следом, он будет намного масштабнее, чем эта Чернобыльская атомная электростанция. То, что там сейчас делается, это... Но я не знаю, это... Тут радиоактивные следы, радиоактивные осадки, они же не выбирают ни страны, ни национальности, ни... Они просто идут туда, куда идут, куда идет ветер, куда идет, так сказать, след этот, куда идет облако. И, естественно, это огромный риск для жизни не только украинцев, но и белорусов, но и россиян, и жителей Балтийских стран, и Европы. Мы не знаем, куда оно пойдет, мы знаем, что оно от Чернобыля дошло до новой земли. А куда пойдет в этот раз облако, если не дай бог, что-то произойдет, и гораздо больше будет масштаб и трагедия. Я считаю, что в Кремле настолько зашли с ума, настолько свихнулись, они настолько уже за пределами вообще здравого смысла, что я даже не нахожу слов, кроме матерных, но матерные слова, к сожалению, сегодня тоже не помогают. Ну, у нас в эфире разрешено все, мы называем вещи своими именами, так что не стесняйтесь, дети нас не смотрят. Я думаю, что вот характеристика, которую когда-то дал Борис Немцов Путину, они с ним были на тынь, и были очень хорошо близко, лично знакомы, она, в общем, самая точная, самая справедливая, самая честная и самая правильная. А вот как вы считаете, вот сначала первые новости, которые пришли, что в здание АЭС попала ракета, и она действительно туда попала. Значит, потом появились подробности, что был штурм с применением танков. Но если ракета еще могла прилететь, грубо говоря, случайно, там, мы знаем, что это высокоточное российское оружие, это миф, и даже когда оно действительно высокоточное, тоже бывают сбои, и могут падать куда-то не туда, значит, эти и снаряды, и ракеты, и так далее. Но танки-то точно знают, куда они стреляют. Это означает, что это осознанная атака. Про что вообще у людей в голове-то? У меня такое впечатление, что Путин решил развязать ядерную войну, по крайней мере, в одностороннем порядке. Вот я не могу от этого ощущения отделаться, поскольку я, когда разговариваю там с россиянами, ну, те, кто вхожу во власти, у них какая-то такая спокойная уверенность, что у них есть главный аргумент – это ядерное оружие. И такое впечатление, что там вверху сформировалась уверенность, что его можно безнаказанно применить. Вполне возможно, что бомбардировка ядерных объектов Украины – это есть некая репетиция. Некая репетиция по применению тактического ядерного оружия, которое должно как бы поставить Запад на колени, ведь Запад, как они считают, он не ответит, не посмеет, потому что это же угроза развязанная ядерного апокалипсиса. И поэтому вот применение устрашивает Украину, заставит ее сдаться, как это было когда-то с Японией, с Хиросимой и Нагасаки. И таким образом обеспечить выгодную Путину процесс капитуляции или не знаю чего. Я не понимаю вообще, честно говоря, вот эту логику безумия я не могу объяснить. Но похоже, что они все-таки пытаются каким-то образом припугнуть весь мир ядерным оружием. То есть вот то, что мы с вами видели во всех фильмах, когда в руки террористов попадает ядерное оружие, тут в руки террористов попало целый огромный арсенал ядерного оружия страны. Одно из ведущих с точки зрения мирового ядерного потенциала. Вот террористы захватили страну с ядерным потенциалом и угрожают всему миру. У меня другого впечатления не складывается. Вот именно такая аналогия у меня прослеживается в анализе действий, которые я вижу, предпринимает Кремль. Ну, смотрите, я абсолютно слышу вашу логику и соображение, но нам же с вами достаточно лет, мы учили в школе последствия применения ядерного оружия. Мы знаем, что когда применяется непосредственно ядерное оружие в виде ядерных бомб, то радиоактивное заражение местности, оно достаточно быстро затихает. И главный поражающий удар все-таки это ударная волна, это просто мощный взрыв. То есть, если, грубо говоря, Россия решит сбросить атомную бомбу на Киев, то Киев пострадает, а Россия не пострадает. Никакое радиационное заражение до российских границ не дойдет. В случае же аварии на атомной станции ситуация совершенно другая. Тут мы же говорим не про ядерный взрыв, который может произойти на станции, а мы говорим про аналог грязной бомбы, когда огромное количество всей этой радиоактивной дряни будет распространяться не просто по всей округе, но авария на Запорожской АЭС, вы совершенно правильно сказали, это шесть реакторов, правда они другого типа, чем чернобыльские, но это в данном случае не играет никакой роли какого типа реактора, какая его мощность. Это шесть реакторов, то есть это совершенно спокойно и уверенно накрывает не только все эти ДНР и ЛНР, но это и Воронеж, и Ростов, они будут непригодны для житья. Белгород, естественно, который там стоит у границы, Таганрог, то есть вся эта территория будет непригодной для жизни. Брянский, Брянский вопрос, Смоленский вопрос. Ну, я могу сказать, что напрасно, я тоже учил в школе, и не только в школе, что такое ядерное оружие, я могу сказать, что не так оно безобидно, как кажется, или по крайней мере, как мы сейчас говорим. На самом деле, я из учебника прекрасно помню, какие виды излучения есть. Это гамма-излучение, которое смертоносно, но оно проходит моментально. Это бета-излучение, которое представляет для себя электронное излучение, оно достаточно опасное, и оно действует, скажем так, недели-месяц. Самое страшное и самое грязное – это альфа. Частицы, которые сохраняют распад, идет, он идет там сотнями лет. Поэтому при любом ядерном взрыве, если не сменить почву, если не поменять воду, если не очистить это ничего, то это заражение может быть там навсегда. Ну, по крайней мере, на многие десятилетия, пока это будет уровень падать радиации. Так что люди-то будут заболевать и умирать от тяжелых форм рака. Поэтому, но в чем справедливость вот этих сказаний, что да, даже вот это грязное заражение местности, вот этим ураном, которые там плутоневые стержни стоят, конечно, все это приведет к тому, что огромные гигантские территории, пригодные для жилья. В России большая часть территории непригодны для жилья. Одна треть примерно, даже чуть меньше пригодны для жилья. Поэтому огромные территории просто с огромным населением выйдут из строя. Что это будет? Это будет гигантская гуманитарная катастрофа в России, в первую очередь, которая затронет миллионы людей. Ну, в лучшем случае их будет ждать медленной смерти от различных лучевых болезней. Скажите, вы же слышали, что сегодня в качестве реакции на то, что произошло на Запорожской атомной электростанции, резко изменилась тональность международных высказываний. Там и ООН приняла заявление, МАГАТЭ, западные страны большинство сказали. И, в частности, руководство Североатлантического альянса, которое раньше всегда исключало даже саму постановку вопроса о введении беспилотной, бесполетной зоны над территорией Украины, говорит о том, что теперь они будут это обсуждать. Потому что это уже вопрос безопасности не только украинских граждан, но это вопрос безопасности всей Европы. И лучше уж тогда иметь эти риски, связанные с боевыми столкновениями, чем риски, связанные с подрывом в общей сложности 15 украинских ядерных блоков, которые находятся на территории страны. Как вы считаете вообще, вероятно ли то, что подобная бесполетная зона может быть введена? Я думаю, что это все равно надо делать по-любому. Потому что я вот вчера разговаривал... Ну, я понимаю, что вы сейчас там находитесь в самой куче событий, но я вчера разговаривал с коллегами, которые тоже также находятся там на передовой линии. И они говорят, что мы бы могли более эффективно действовать, если бы не ракеты, против которых у нас нет средств борьбы. Даже с самолетами легче. Но хотя и преимущество воздуха, и бомбардировки самолетов, неуправляемые, управляемые ракеты тоже наносят огромное разрушение. И я думаю, что Запад все равно и в гуманитарных целях, и в целях защиты ядерных объектов обязан либо ввести бесполетную зону. Что такое бесполетная зона? По-честному говоря, это сбивать все то, что летит по направлению к украинским городам, к украинским ядерным объектам. И сбивать все самолеты, сбивать все ракеты. Это нужно современные, мощные, противоракетные, противовоздушные средства, которые есть у Запада, у НАТО, и которых нет у Украины. И, естественно, это прямое столкновение с российскими вооруженными силами, которые должны либо согласиться с этим, либо атаковать. И тогда уже война будет не Россия-Украина, а Россия-Украина и подключившись к этому НАТО. Все это прекрасно понимают. Поэтому риск огромный, огромный для всех сторон. И очень сейчас сложно. Но я думаю, что объективно, объективно, бесполетную так называемую зону вводить надо. Если не соглашается Россия, то, к сожалению, ничего не остается Западу, как моментальное, хотя я понимаю, что легче сказать, тяжелее сделать, намного тяжелее, вооружить Украину современным средством ПРО и ПБО, чтобы она могла сама устанавливать эту самолетную зону. Я понимаю, что это может быть в страну-конфликт. Россия-Украина не возникнет. На данный момент мы видим, что такие попытки и такие действия есть. Мы за них очень признательны западным странам, потому что мы видим и поставки самолетов, и поставки различных средств ПВО, в основном тактического типа, там тех же самых стингеров и так далее. И украинская армия наносит довольно значительный ущерб российской авиации, на самом деле гораздо больше, чем я лично мог себе представить. То есть мы уже говорим о нескольких десятках. Что прерываю? Да. Стингеры и прочее, это все-таки тактические средства на поле боя. ПВО, это тактическое ПВО на поле боя, которое по небольшим высотам, по в основном не с летящим, не с быстро летящим целям. Штурмовики, вертолеты и штурмовики. Да, ну штурмовики, вертолеты и так далее. Они не могут выполнить задачи ПВО и ПРО, которые против быстро идущих целей, против ракет, они не могут эту задачу выполнить. Поэтому речь идет о совершенно ином качестве вооружения, которое должно быть передано Украине. Вот это все прекрасно понимают. Я согласен, но эти вооружения бессмысленно передавать Украине без операторов, потому что украинские специалисты ПВО... Ну либо обучать в каком-то пожарном порядке. Да, то есть у нас же обученные специалисты там на С-300, на БУКе, но не на американские системы. Хорошо. Геннадий Владимирович, перейдем к вашей непосредственности, что называется, профильной специальности контрразведчика. Как вы считаете, Запад в условиях такого реальной опасности? Потому что, на мой взгляд, опасность, связанная с аварией на атомных станциях, и мы видим, что если российская сторона не то что не пытается ее избежать, она делает действия, которые просто их прямую провоцируют, могут ли они пойти на какую-то попытку физического устранения Путина и смену власти в России? Ну это маловероятный вариант. Почему? Потому что Путин, как мне известно, вроде бы находится в специальном убежище, которое оборудовалось сейчас в Советском Союзе, и там огромное убежище, которое там можно разместить, все, что необходимо разместить. Он ни с кем не общается, у него постоянная охрана, у него люди, которые его, так сказать, защищают от всех вымышленных и невымышленных опасностей, и я не вижу, чтобы там внутри какой-то зрел заговор и какой-то недовольный. Может, там потом какие-то будут севеления внутри элиты, но я сейчас не вижу такой реальной возможности вот что-то там изменить эту ситуацию таким образом. Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. То есть вы думаете, что даже попыток, и даже попыток с использованием, собственно, самих россиян предприниматься Западом не будет? Ну, я не сказал, что попытки не могут быть. Может, попытки и будут, но они крайне... Это очень тяжелый вариант, это очень сложный вариант. На него сильно, я уж извиняюсь так за цинизм, на него сильно рассчитывать нельзя. Я вообще считаю, что спасение утопающих – это всегда дело рук самих утопающих, и никогда, значит, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Герой может дать избавление, но такого героя нет. Да, да, да. Скажите, а с точки зрения дальнейшего развития боевых действий, вот мы на данный момент видим, что они фактически зашли в тупик, нас предупреждают коллеги с Запада, что, скорее всего, в ближайшее время будет предпринята новая попытка штурма Киева, так или иначе резкой интенсификации боевых действий, но мы пока этого не видим. Как вы считаете, сколько времени российское общество может еще выдерживать вот такой непрерывный поток гробов, которые идут в Россию? Сколько времени Путин может скрывать от общества реальный масштаб потерь на украинском фронте? Я думаю, что может скрывать неделю не больше, не дни 10 максимум, потому что они уже пошли, и помимо того, что они пошли, и даже если сейчас Россия отказывается забирать тела погибших, причем их уже насчитываются тысячи, которые отказываются забирать, то люди-то знают, что их родные и близкие там погибают, и поэтому скрыть это будет невозможно. Мне кажется, что время, конечно, играет в пользу Краины, в пользу мира цивилизованного. Понятно, что ресурсы Путина исчерпываются, силы подкрепления у него, то, что есть, и больше других не будет. Сейчас уже пытаются там технику якобы согнать с Казахстана, белорусов тянуть в конфликт, потому что свои силы кончаются. И Запад сейчас должен, конечно, идентифицировать огромную помощь Украине, коммунитарную, военную, техническую, какую угодно, потому что только в ресурсе, в постоянно возобновляемом ресурсе сейчас залог успеха и победы Украины в этой несправедливой, абсолютно чудовищной войне, которую развязал Путин против всего мира цивилизованного. Поэтому, мне кажется, сейчас это надо понимать каждому, но я думаю, что это и так понимается. Вот сейчас нужно насыщать Украину оружием, продовольствием, амуницией и так далее, там подобная ремонтно-строительная техника и так далее, чтобы переломить этот хребет, переломить хребет агрессора, переломить хребет его экономической возможности, военно-технической возможности. Россия не имеет ни одного союзника в мире сегодня. Украина имеет сегодня в союзниках весь мир. И вот это главное преимущество, которое должно обеспечить победу в этой войне и поражение агрессоров. Вот это мое мнение. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, понимая психологию и военный менталитет, даже не военный скорее, а именно менталитет силовика, который есть у Путина, что может быть финальной точкой, до которой он дойдет? Те сигналы, которые мы все время получаем из Москвы, и все то, что я лично слышу от каких-то общих друзей, знакомых и так далее, которые еще остаются в Москве, имеют какое-то отношение к российскому руководству, что у них четкое понимание, что Путин пойдет до конца. Пока он не займет всю территорию Украины, он не остановится. Но я, честно говоря, совершенно не вижу в этом никакой логики. Я, правда, не вижу никакой логики изначально в начале этой войны, но я не могу понять, чего он может достичь. Просто оккупационные силы, которые необходимы для того, чтобы удерживать контроль над такой территорией, они колоссальны. Посадить марионеточное правительство какое-то, это очень большой вопрос. Я еще могу понять, взяли Киев, но взять вообще всю территорию Украины, я себе не представляю ни масштаб затрат, который для этого нужен, не представляю, для чего это может быть нужно. Как вы считаете, что он все-таки хочет достичь в ходе этой военной операции? Мне кажется, он хочет достичь такой цели, вернее, таким способом, чтобы показать, что он может нанести неприемлемый ущерб Украине и Европе. И вот с шантажом таким, ну, например, применением тактического ядерного оружия, они всерьез там думают об этом, да? И вот вполне возможно, что применение ядерного оружия, как они считают, заставит Запад выкинуть белый флаг и пойти на переговоры, и подписать какие-то гарантии, передать какие-то территории под контроль, и заключить мир на выгодно-выгодных для Путина условиях. Мне кажется, что у них план в главе вот этого. Мне кажется, потому что мы сейчас пытаемся в эфире обсуждать логику безумия, найти логику безумия. У безумия не бывает логики, потому что это какие-то случайные, может быть, там нейронные связи, которые там всякие фантастические образы формируют в голове у сумасшедшего. И вот он, одержим этими идеями, может творить все, что угодно, совершенно не отдавая отчет в том, что имеет ли это отношение к реальности. Поэтому мы сейчас пытаемся логику безумия писать. Если мы говорим о какой-то хотя бы логике, то, скорее всего, угрожать неприемлемым ущербам Украине и Западу, и добиться каким-то ужасом-ужасом подписания какого-то договора, чтобы Запад выкинул белый флаг, и тогда его самолюбие будет удалитренного. Другого варианта я не вижу. Вы понимаете, зачем я пытаюсь обсуждать логику? Я совершенно согласен, что Путин действует уже сейчас в нерациональной плоскости, однако у любого сумасшествия есть какая-то система, у любого маньяка есть какие-то принципы, которые позволяют предсказать его следующие шаги, а значит спасти какие-то жизни, выловить его и в конечном итоге представить перед лицом правосудие. И вот именно это является причиной моих вопросов, потому что когда ты поймешь, что хочет делать маньяк, можно, соответственно, к этому подготовиться. Я на данный момент совершенно не могу понять то, что говорят американцы endgame, то есть финальную точку, в которую он хочет прийти. Я там слышу абсолютно то, что вы говорите, но я не понимаю, каким образом с помощью той операции, которую он проводит, это можно реализовать. Мне сложно даже комментировать это, потому что я тоже не понимаю этого. Я тоже не понимаю, как можно оккупировать 40-миллионную страну, которая тебя уже ненавидит, не имея ресурсов, не имея поддержки, не имея союзников. Это полный безумный план. Вот что-то он должен сделать такое, если у него еще в голове что-то осталось, от чего содрогнется весь мир. Я так полагаю, что вот только это. Я никого не хочу пугать, хочу быть неправым, хочу, чтобы я ошибался в этом, в своей оценке. Другого варианта я просто не понимаю. Я никак не могу принять никакого иного варианта, кроме, так сказать, уже совершенно каких-то запредельных. Может, у него там голоса какие-то в голове, ему велят идти, не объясняют зачем. Я не знаю, что происходит с Путиным, я не знаю, что происходит с его окружением, но там какое-то коллективное помешательство, коллективное помешательство, которое, причем оно буйного плана. Вот примерно так. Илья, я прошу прощения, я сейчас должен бежать. Конечно. Спасибо вам большое, спасибо большое, что были с нами. Спасибо, держитесь, ребята. Я очень... Держимся, держимся. Геннадий Завимович, спасибо вам. Спасибо вам большое, спасибо. Будем звать вас еще. Мы с вами, мы с вами, ребят. С нами в эфире был Геннадий Гудков.